Всем доброго времени сутки, дорогие друзья! В этом выпуске новостей. LG раскрыла название будущих флагманов. Samsung Galaxy S11 получит оболочку One UI 2.1. Google представит ноутбук на Chrome OS 4K дисплеем. Motorola One Macro пополнит коллекцию смартфонов Android One. Samsung Galaxy Note 10 получит основную камеру на 12 Мп. Nubia Red Devil 3 станет следующим игровым смартфоном на Snapdragon 855+. LG Garmonia 3 будет стоить менее 200 баксов. LG раскрыла название будущих флагманов. Компания планирует расширить ринейку G новыми моделями. Причем компания раскрыла название сразу четырех устройств. В этом году на рынке дебютировал G8 ThinQ, сиквел G7. О судьбе G9 ничего пока не сообщается. Но в корейском ведомстве по управлению промышленной и интеллектуальной собственностью появился патент от 7 июля 2019 года, в котором указаны возможные торговые наименования следующих устройств компании G10, G20, G30 и G40. По информации издания Let's Go Digital, LG может представить следующий смартфон серии G в феврале 2020 года. Примечательно, что категория, к которой относятся торговые наименования, включает также смарт-часы, планшеты и другие цифровые устройства. Samsung Galaxy S11 получит оболочку One UI 2.1. Издание Sam Mobile опубликовало планы по развитию фирменной оболочки Samsung. Одновременно с релизом операционной системы Android Q на смартфонах Galaxy дебютирует оболочка One UI. А в 2020 году Galaxy S11 выйдет в продажу с предустановленной оболочкой One UI. Подробностей о нововведениях в оболочке немного. Источники сообщают об улучшении работы функции «Цифровое благополучие». Например, пользователям в режиме Focus Mode смогут влиять и отключать самые отвлекающие приложения. Ожидается релиз функции «Автоматизация Bixby» на смартфонах Galaxy S9 и Galaxy Note 9 и других устройствах 2018 года. То же самое касается новых функций, которые Samsung без сомнения покажет на презентации Galaxy Note 10. Google представит ноутбук на Chrome OS с 4K дисплеем. Компания вновь сосредоточится на линейке ноутбуков Pixelbook. Компания работает над устройствами под кодовым названием Atlas. Его особенностью станет экран с ультратонкими рамками и 4K разрешением. Прочие характеристики пока недоступны инсайдерам. Но слухи говорят о процессоре Intel Kaby Lake, 8 ГБ оперативной памяти, выделенной кнопке запуска помощника Google Assistance. Ноутбук будет работать на Chrome OS с нативной поддержкой приложений для Android. Дата релиза пока не сообщается. Motorola One Macro пополнит коллекцию смартфонов Android One. В прошлом году компания присоединилась к программе Android One и выпустила смартфоны Motorola One и Motorola One Power. За ними последовал Motorola One Vision. Вскоре мы ждем появления Motorola One Action и Motorola One Pro, чьи рендеры уже мелькали в сети. Эван Блас намекнул на другое устройство бюджетной линейки Motorola One Macro. Вероятно, он получит особую тыльную камеру с возможностью создавать продвинутые макроснимки. Либо такая возможность будет реализована программно, специальными алгоритмами. Ожидается, что Motorola One Macro – это смартфон с бюджетными характеристиками и доступной ценой. Samsung Galaxy Note 10 получит основную камеру на 12 Мп. До выхода Samsung Galaxy Note 10 осталось меньше месяца. Инсайдер Ace Universe регулярно раскрывает новые подробности об аппарате. На сей раз поделился характеристиками тыльной камеры Galaxy Note 10. Аппарат получит основной сенсор с разрешением 12 Мп, переменной диафрагмой f1.5 и f2.4 и размером пикселя 1.4 мкм. Технологии автофуксировки PDAV и Dual Pixel. В сочетании со сверхширокоугольным датчиком и телеобъективом камера обеспечит высокое качество снимков. Судя по всему, камеры Galaxy Note 10 и Galaxy S10 будут иметь схожие параметры. Напомню, что DexoMark высоко оценил возможности камеры Galaxy S10 и дали устройству 114 баллов против 117 баллов у Huawei P30 Pro. Nubia Red Devil 3 станет следующим игровым смартфоном на Snapdragon 855+. След за анонсом Asus ROG Phone 2 на свежем процессоре Qualcomm Snapdragon свой интерес к рынку игровых устройств продемонстрировал бренд Nubia. Компания официально анонсировала релиз смартфона Red Devil 3, выложив тизер градущей новинки. Никаких подробностей о характеристиках и старте продаж раскрыто не было. Можно предположить, что аппарат получит 12 ГБ оперативной памяти, продвинутый дисплей, современную систему охлаждения и особые игровые режимы для удобства мобильных геймеров. LG готовит к выпуску новый доступный смартфон Garmonia 3. Помимо флагманских линеек G-TinQ и V-TinQ, компания LG владеет несколькими бюджетными сериями. Например, в этом году в продажу поступит обновленный LG Garmonia. Качественный рендер фронтальной панели устройства облакивал Twitter Insider Evan Blass. Технические характеристики аппарата не сообщаются. LG Garmonia получит вытянутый экран с тонкими рамками. Фирменную оболочку LG UX, вероятно версии 8.0. Фронтальную камеру с собственной светодиодной вспышкой. Помимо клавиш включения и регулировки громкости, на левой грани корпуса расположились физическая кнопка для запуска Google Assistant. Ожидаемая стоимость LG Garmonia составит 200 долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова